Важно осознать, что негативные чувства не иссякают с исчезновением объекта, на который они проецируются. Всегда найдется кто-то еще, на кого эти чувства будут проявляться. Если не найти в себе источник ревности и других негативных чувств, то каждый претендент на ваше внимание станет такой же жертвой агрессии ваших чувств, собственности и важности. Ревнуя другого человека, мы максимально отождествляемся с телом, мыслями, со своим эго и уходим все дальше и дальше от источника. Раздувая гордость, рано или поздно мы найдем подтверждение своим опасениям. А позволив человеку быть самим собой, мы таким образом освобождаем от идеи собственности. Мое, мне, для меня. Лишь освободившись от негативных чувств, мы сможем радоваться в полную силу. Истинная любовь не требует значения. У нее нет ненависти. Только у искусственной, надуманной любви есть тот, на кого можно обидеться, кого можно ревновать. И тот, кто обижается, ревнует, доказывает, не принимает. Страдает. И тот, в ком это все отражается. Все это и есть мы, сами. Идея, что я лучше других, я особенный или особенная, приводит к желаниям защищаться. А защищать нечего, кроме только того, что надумали себе сами. Концепцию отношений, где все уже расписано на уровне ты мне, а я тебе. Как бы нам не казалось нормально, эта эмоция, она также причиняет колоссальные страдания и вовсе не помогает решить возникшие проблемы. Будьте более добры по отношению к людям, которые проявляют интерес кому-то еще. Увидьте, что на вас их мир не замыкается. Позвольте им дышать вне вас. Это естественно. Интересоваться чем-то еще и кем-то еще. Попробуйте спокойно обговорить возникшие переживания и обиды. И второй шаг, самый важный. Полюбите себя. Уважайте себя и любите всем сердцем. И не останется места для ревности. В основном эти эмоции являются необъективными. Связаны они прежде всего с внутренней неудовлетворенности собой. Где-то в вас прячется то, что вы считаете ущербностью и недостаточностью. Найдите эту рану и полюбите себя таким, какие вы есть. И берегите, берегите психику и внутреннее здоровье. Не сравнивайте себя ни с кем. Тогда придет настоящая истинная особенность харизма и индивидуальность. Если возникла негативная энергетическая тенденция, то Вселенная защищается от нее. На тонком плане людей нет, а есть энергетические потоки. Поэтому наказывается, уничтожается не отдельный человек, а тенденция, инфекция, которую он в себе несет. А разрушение и истребление инфекции обычно происходит вместе с ее носителями. Нежелание потерять превращается в панический страх, подозрительность, ревность. В худшем смысле этого слова тогда возникает ненависть к любимому человеку, который может изменить и бросить. Все это неизбежно превращается в лавину агрессии, которая, просачиваясь в подсознание, начинает убивать любимого человека. Рядом всякий человек либо будет убит агрессией подсознанием, либо будет тяжело болеть, либо будет защищаться интуитивно, пытаясь затормозить внутреннюю агрессию, либо начнет изменять на самом деле, обманывание. Либо, либо, ну и либо. Внутренне неверующую женщину спасти может только вынужденное воздержание или фригидность, или постоянные венерические заболевания, или муж, который постоянно после наслаждения дает ей боль, утрату, потерю. Гордыня и ревность – это две стороны одной медали. Когда привязываешься к своему внешнему эго, рождается гордыня. Когда привязываешься к другому человеку, рождается ревность. Она начинается с вожделения, которое сначала превращается в гнев, а потом в жадность. Энергию нужно направлять не на страхи по поводу проблем со своим внешним «Я», а на гармонию ваших чувств и вашей души. когда ощутите, что состояние души и здоровье ваших чувств намного важнее, чем благополучие, и в конце концов сама жизнь, тогда может наступить перелом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok